Онкологию у Людмилы Железневой врачи обнаружили в прошлом году. Лечение проходит планомерно. И женщина идет на поправку. Обычно после облучения Людмила чувствовала себя неважно, долго восстанавливалась. Сейчас доктора и количество процедур назначили меньше, и общее состояние сразу после терапии стало лучше. Все дело в том, что онкоцентр благодаря нацпроекту здравоохранения получил новейшее медицинское оборудование, в частности, два линейных ускорителя. Одно из направлений, где произошло переоснащение Самарского областного онкоцентра – это радиотерапевтическая служба. В конце прошлого года «Арсенал» пополнили два аппарата высокой мощности. С их помощью можно проводить и лучевую терапию, и радиохирургические операции с субмиллиметровой точностью. То есть роботизированный лечебный стол перемещается в разных направлениях на десятые доли миллиметра. Врачи заверяют – это революция в лечении пациентов с онкологией. Мы можем лечить пациентов вне зависимости от того, какой у пациента вес. То есть возможности аппарата очень высокие. Плюс ко всему, у наших аппаратов более современные столы, которые позволяют очень точно укладывать пациента от сеанса к сеансу. И плюс ко всему, встроенные приспособления для формирования полей облучения, которые позволяют облучать новообразование абсолютно различных размеров с субмиллиметровой точностью. Помогают врачам уничтожать рак медицинские физики. В спецотделе онкодиспансера рассчитывают индивидуально для каждого пациента технологическую карту лечения. Разовую и суммарную дозу облучения, объем опухоли и здоровых тканей, вероятность побочных явлений. Новое оборудование и компьютерные технологии помогают безопасно для здоровья лечить онкобольных. Новые ускорители оснащены высокоточным HD-коллиматором, который имеет толщину лепестка 2,5 мм. Соответственно, это субмиллиметровая точность, благодаря которой мы можем лечить как раз сиротоксическую радиохирургию. То есть подходить к опухолям маленького размера и давать однократно, одномоментно высокую дозу облучения. За один день под Суперлуч попадают порядка 40 пациентов. Освоив новое оборудование, врачи планируют увеличить количество больных, посещающих процедурный кабинет. Но на этом переоснащение онкоцентра не останавливается. В этом году клиника получит еще 40 единиц нового медицинского оборудования. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.